продолжим книжные обзоры филиала номер один вот собственно вот эта кучка книг это все что осталось нам посмотреть филиале номер один я целенаправленно несколько раз сюда приезжал специально делал много выпусков вот достаточно много вот и это надеюсь уже за несколько может быть за парочку выпусков мы рассмотрим все эти книги вот и потом переместимся в филиал номер два а потом уже переместимся мы и в основную часть библиотеки где тоже там еще есть что посмотреть а мы с вами уже уверенно так приближаемся 150 выпуском вообще-то говоря у нас скоро грядет очередной юбилей ну а во всем по порядку книги которые здесь лежат можно назвать общей такой темой широкой естествознание вот до этого у нас была тема история науки была теме тема животноводство сельское хозяйство теперь естествознание в самом таком широком смысле и вот здесь я специально сюда поближе так положил книжки такого знаете колоссального размера то есть огромные книги большого формата толстые которые занимают много объема и они все очень интересные вот первое которое передо мной лежит это собственно говорят две книжки под одной обложкой такое довольно известное издание николай иванович вавилов пять континентов это повесть о путешествиях за полезными растениями по основным земледельческим районам земли вот вавилов это все описал и второй то андрей николаевич краснов по тропинкам азии очерки о путешествиях по тропическим странам азии с целью изучения их растительности то есть две книжки как бы с одинаковой целью да вот с изучением растения водства но если про вавилова все знают это имя называть не надо то кто ж такой андрей николаевич краснов а вот наверное далеко не все знают что это родной брат вот того самого петра николаевича краснова атамана казачьего атамана всевеликого войска донского белогвардейского офицера который был сложная у него была судьба он там и по миграции был и на стороне гитлера выступал и был потом схвачен после великой отечественной войны и судим и повешен в москве очень тяжелая у него такая печальная судьба но вот но тем не менее петр николаевич краснов лично для меня остается крупнейшим русским писателем это безусловно сейчас вот издается собрание его сочинений уже вышло более 30 томов впервые в истории полное собрание петра николаевича краснова на которой я тоже подписан тираж к сожалению всего лишь 300 экземпляров вот а это вот его родной брат андрей николаевич краснов тоже вот такой путешественник биолог вот участвовал вот в экспедиции и описал эту экспедицию под названием по тропиками азии хотел сказать по тропинкам азии вот вот такая книжка она вышла эти восемьдесят седьмом году москва издать эту мысль очень красивая книга очень хорошая это известная книга надо посмотреть какой-нибудь тираж она довольно часто что же встречается вот тут можно все показывать вот всякие доступительные статьи и рисунки оформления вот содержание книжки вавилова пять континентов вот видите тут про него сначала потом вот это первая часть содержания вот видите сколько стран посетил вавилов вот вот вторая часть содержания вавиловской книжки вот он объездил по сути весь мир собирал коллекции растений различных различных сортов у него собрана огромная коллекция в институте растения водства которая сейчас поддерживается она служит основой для создания новых сортов вот и собственно говоря вот эти вот так сказать лысенковцы эти чиновники тогдашние они в общем главная была претензия к вавилову то что он растражирил государственные деньги и катался по всему миру но вавилов не просто катался вавилов делал потрясающие там научные открытия ну вот так что вот он все это описал но эта книжка такой научно-популярной формы вот пять континентов рассказывает он как он здесь путешествовал и вот под тропиками азии книжка краснова тоже с таким вот указателем более такое ну и меньшее содержание как бы меньше по объему но тем не менее в общем здесь можно конечно вот буквально вы знаете каждую страничку можно показать можно это все вот ведь и ледник вавилова по мир в честь него назван можно это просто невероятно вот в этом здании кстати музей вавилова институт растений у вас то здесь я даже бывал там его кабинет сохранен можно показать каждую буквально страничку поскольку очень красивые вот такие иллюстрации вот их достаточно немало здесь в этой книге вот видите а там есть и типа фотографии типа рисунков вот такие замечательные вот все эти растения японская резька вот вот и всякие тут другие в общем было бы побольше времени можно было бы буквально каждый листик рассмотреть у этой книги вот красновская тоже значит книжка вот всякие тут красивые растения представлена вот две таких замечательных книги вот что-то похоже на свеклу на гречиху две книги под одной обложкой вот вавилова и красного вот видите тут и фотографии вот рисунки и фотографии буквально это все на каждой почти странице что-то изображено и это все очень увлекательно очень интересно для любителей природы это конечно книга очень ценно и вот фотография вавилова с кратким с краткой информации о нем а вот краснов выдающийся ботаника географ флорист и систематик пионер отечественного субтропического хозяйства 1862 1914 то есть он дожил только вот в года начала первой мировой войны поэтому про судьбу брата он конечно ничего не знал вот давайте посмотрим какой тираж на тираж 150 тысяч экземпляров в общем немаленький тираж потому и книжка это довольно часто она встречается в продаже в интернет магазинах продается вот я очень рад что у меня есть такая прекрасная книга вот всем весьма рекомендую особенно любителям биологии любителям путешествий любителям растений вот этот вот такой ну конвалют своеобразные две книжки в одной обложке дальше вот такая книга тоже давно давно я ее где-то в конце девяностых или в начале двухтысячных покупал д робертис новинский и сайс биология клетки называется на я так думаю что было наверно супер обложка вот в магазине она уже продавала тебе супер обложки тоже издательство мир иностранная переводная книга это старая шестьдесят седьмого года книжка вот ее cell biology название оригинальное вот перевод с английского редакция все такое значит вот аннотация к этой книжке огромная книга тоже шикарная биология клетки но тут очень подробное оглавление думаю что его особо не надо показывать в общем все что касается вот биологии клетки начиная от истории о том как клетки были открыты и заканчивая уже современными такими там всякими молекулярными штуками вот секретирующая клетка например самая последняя глава очень подробно поскольку эти 23 главы здесь содержится в этой книге вот эти три автора по моему даже она не раз у нас издавалась вот но что мы здесь видим вот опять моя гипотеза о том что издательство мир далеко не всегда давала нам тираж вот здесь тираж не указан вот книга очень большая вот около 500 страниц вот такого альбомного огромного формата дальше продолжаем исследовать гигантские книги это вот иван владимирович мичурин итоги 60-летних работ книга вот видите 1855 1935 вот она такая тут матерчатый даже переплетик такой внутри это сорок девятого года книга то есть уже после смерти мичурина она вышла ну и причем она вышла конечно в самый разгар такого лысенковского времени лысенковца как вы знаете взяли на вооружение вот это имя мичурина этого дедушки который даже них ничего наверное не слышал то толком вот это причем издание 5 уже и назвали свои вот эти бредни о наследовании приобретенных признаков назвали их мичуринской биологией в общем имя мичурина так сказать опорочили в истории можно так сказать но сам-то мичурин был выдающимся ученым плодоводом вот и вот книжка конечно сорок девятого года вот знаете вот даже вот в руках и держать приятно листать ее приятно вот такая вот ну кстати портрет мичурина потерян вот это я ее заказывал по интернету все время видите вот здесь должен быть портрета его нету остался только вот воспроизведенный автограф мичурина самого портрета к сожалению нету вот данная книга представляет собой основной печатный труд мичурина выходивший четырьмя изданиями под названием итоги полувековых работ вот таких-то выведения новых улучшенных сортов итоги 60-летних работ и другое издание такой же вот в общем содержание книги вот видите три части принципы и методы работы помологическое описание выведенных мичуриным сортов из итогов работы тридцать четвертого однако же предисловие лысенко раскрывает перечитателем сущность учения мичурина его теории направленного изменения природы растений ну конечно да тут без лысенко конечно никак не обошлось вот видите гениальный генетик и селекционер академик лысенко пишет о мичурине такая вот книжка вот что-то конечно здесь и приврано вот лысенко так сказать и его командой но в основном так вот в основном все-таки мичуринские все какие-то но основные вещи они были то так то правильными вот старые такие фотографии которые полуфотографии полу рисунки таких старых книгах бывает ну в общем вот книга тоже так богато иллюстрировано вот если ее развернуть вот здесь такие красивые изображения всяких плодов вот видите груши тут всякие разные шикарно иллюстрировано лист груши уссурийской в общем мичурин занимался вот плодоводством прививками вот а лысенко все же утверждали что но вот вы видите если привой пересадить южный привой на северный подвой то наследственность уже изменится и уже значит дерево южное будет приспособлено к северным условиям вот это вот лысенковская идея но тут все-таки влияние подвоя на привой не меняла наследственность она не меняла наследственность да вот так что вот великолепнейшая такая книжка в плане иллюстраций такие шикарные яблони груши тут и сливы и вообще все на свете вот тыквенное растение южно уссурийской сибирской тайги интересно вот вот гибрид персика в общем чего только здесь нету очень интересная такая вот штука вот малина техас например такая книжка красивая такая иллюстрирована абрикос какой шикарно интересно но эту книгу надо читать и разбираться с тем что что здесь правда что здесь ложь вот выходные данные но тут что-то про тираж ничего я не вижу тоже 49 48 49 тираж наверно не указывали вот оглавление этой книги вот такой вот она вот все эти названия сортов пама логическое описание общем такая вот в любом случае интересная любопытная книжка вот не без лысенского листья лысенков sky так сказать пыли но эту пыль можно отсюда выбросить оставить только все настоящие мичуринские вот дела что такая любопытная книжка огромная огромного формата очень тяжелая дальше из книжек по естествознания это вот ферсман знаменитый занимательная геохимия дед гис 48 год представляете какие были шикарные книги для детей издавали вот геохимия вот дети слов то таких не знали но тем не менее вот ферсман написал такую книжку химия земли видите еще причем занимательная вот ферсман его годы жизни 83 45 вот и вот такая вот интересная книжка видите как он красиво тут все так изображено увлекательно вот читать и наслаждаться вот что детям нашим сороковые годы сталинские годы преподносили какие удивительные книги сейчас такого нету вот в таком плане удивительных вот таких книг призна я их не вижу на природе о земле растениях о животных не вижу я таких книжек а вот тогда были такие шикарные прекрасные эти для старшего возраста тираж 30 тысяч экземпляров вот оглавление атом химические элементы в природе история атома природе прошлое и будущее геохимии вот такая книжка с иллюстрациями старинная сорок восьмого года дальше к таким же колоссальным по размеру книгам относится книга гершковича вот такого генетика у нас конечно вот когда генетики более-менее разрешили начиная с начала шестидесятых годов то стали много издавать переводных смотрите ирвин гершкович genetics вот издано было витя значит в шестьдесят пятом году в бостоне в торонто а у нас издали в засе наука шестьдесят восьмом году вот перевод на русский язык то есть вот чтобы компенсировать так сказать отсутствие учебников отечественных у нас был только учебник лобашова в то время по сути то вот переиздавали вот такие издавали переводные иностранные книги ну вот какие то из них были более удачными какие-то менее удачного идет рентгеноструктурный анализ там показано где это вот днк то так вот сан и крик открыли вот когда эти увидели получились такие вот и в общем ну интересные книжки вот что у нас тут с тиражом есть чего-то ну до 20 тысяч 500 экземпляров вот оглавление на такое тоже достаточно подробная не фокусируется он сфокусировалась вот большое такое оглавление на два разворота вот с указателем вот тут хорошо вот вся эта молекулярная уже генетика представлена на тот момент видите все сплошные вот эти молекулы как структурирована днк показано вот ну еще и классика тут все и сказать тонкая вся структура электронная микрофотографии такая генетика гиршковича вот пурины перемен перимедили химическая природа генов состав днк еще подробненько это гуга де фрис вот переоткрыватель законов менделей автор мутационной теории в общем такая классическая уже теперь книга гиршковича генетика так дальше вот такой ферман биохимия вот мне кажется что у меня в основном моем фонде там в питере тоже есть два экземпляра давид лазаревич ферман тираж 20 тысяч экземпляров очень подробно я вот очень недавно сейчас чай пил и листал то биохимию подумал что нам бы с моим аспирантом который сейчас занимается биохимией крови коров как раз помогла бы эта книжка очень интересно уже надо вот ее поизучать внимательнее вот биохимия то есть тут состав организма животного расписан расписан обмен веществ все эти вещества в динамике все эти циклы крепца там реакции переоминирования как это все расщепляется в пищеварительной системе как это все заново синтезируется в организме ну в общем очень интересно все ферменты гормоны белки жиры углеводы витамины макро микроэлементы что они значат в организме это биохимия это фантастически интересная наука очень очень интересно вот вот такая книжка тоже вилле и датье покупал помню в одном букинисти книжка называется биология то есть это в целом про биологию и она вот была такая чем-то забрызгана какой-то даже запах такой был неприятный помню запах этот уже вылетрился с годами вот забрызгивание это осталось но это лет 20 назад у меня куплена книжка называется биология то есть это вот представьте какая-то уже огромная книга издательство мир 74 год вот biological principles and process такая 71 она издана в оригинале у нас через три года переведена на русский язык биологические процессы и законы вот аннотация к этой книжке тоже огромного формата вот тут всякие тут крысинговер показан распределение по росту типы гребни у петухов взаимодействие генов то есть элементы генетики идут вот в общем биологии генетика это основа всех биологических наук современных поэтому конечно без нее никак вот и вплоть до экологии видите очень очень фундаментально если бы это еще книжка была бы более такого приятного вида то она вот она по дешевой цене продавалась в 45 рублей стоило тогда 20 лет назад ну в общем немножко она такая непрезентабельного вида вот опять же тиража я не вижу тираж не указан но в советские годы стоило 4 рубля 50 копеек это вот билет стоил чтобы поехать в ленинград из нашего города стоил 3 рубля а тут 450 дороже чем поездка в ленинград вот видите сколько 7 частью тут в конце глава уже 27 экология вот тем не менее очень интересно старая книжка но она такая четкая достаточно ведь и ну тут правда про все на свете конечно я не очень сторонник вот таких книг с названием биология да это в школе может быть такая книжка так тут в общем обо всем на свете и растения и животные микробы и генетика и эволюция экология вообще все на свете вот и как бы и зоологии ботаника да то есть с ума сойдешь это все усваивать как бы но более 800 страниц такая книжка вот я бы лучше отдельно ботанику отдельно зоологию отдельно бы изучал генетику там биохимию вот но у меня и они все есть и по отдельности конечно ну вот а это вот как бы такая итоговая книжка с названием биология в 70-е года но тем не менее даже на сегодня это очень такой неплохой уровень вот видите это самая микрофотография клетки из поджелудочной железы тут какие-то все мембраны мембраны эндоплазматическая сеть вот она какая огромная вот она ней рибосомы да вот это все две смежные клетки вот интересно синтез белка там показан ну очень хорошую иллюстрацию такие микрофотографии в общем вот вилле датье биология хорошая книга так дальше вот конечно для животноводов тоже великая классическая книга это хат генетика животных она у меня отправлена в ссылку как бы сюда филиал хотя иногда даже вот я бы ее даже и сам бы почитал бы в основном фонде где я готовлюсь к занятиям так как видите супер обложка тут она была все рваная и подклеивал вот под редакцией глемботского переведенной он же переводил вот animal genetics в эти оригинальное издание было в шестьдесят четвертом году уже в шестьдесят девятом москве издана на русском языке значит так это очень известная книга хатта именно посвящена генетике животных то есть это не классическая генетика вот как она обычно идет там всякие там эти цитологические основы наследственности все классическая генетика молекулярная там популяционная а здесь просто вот именно о животных вот смотрим вот тут выходные данные вот а тиража опять что нету нету издательство колос книжка иностранная вот здесь вот как бы она такая не не такой структуры как классическая книжка по генетике потому что вот тут видите но начинается с менделевских всех этих простых задач это менделевское наследование взаимодействие генов хромосомы гены определение пола вот летальные гены признаки ограниченные контролируемый полом сцепление генов и кроссинговер карты хромосом ну на тот момент конечно молекулярка еще так не было развита множественные лели вот в основном это гены хромосомы вот это плазматическая наследственность материнское влияние наследственности среда биохимическая генетика вот некоторые наследственные признаки у домашних животных то есть тут вот генетическая основа устойчивость и к заболеваниям по сути тут молекулярки то никакой особо нету чисто такая хромосомная теория наследственности и классическая вся вот эта генетика вот хат но она конечно старая вот еще раз вот это у нас 69 старенькая но классическая прекрасная книга который вполне сегодня можно ссылаться это классика она никогда не стареет а вот книжка молекулярная генетика правда тоже конечно не не первой свежести стенд автор вот перевод с английского она в семьдесят первом году вышла в оригинале а у нас в издательстве мир вышла в семьдесят четвертом году молекулярная генетика тоже такая вот лучшие и наиболее современное руководство по молекулярной генетикой это на начало 70-х годов прошло уже полвека со дня выхода этой книги конечно очень многое изменилось но тем не менее вот наследственность клетки метаболизм ферменты гены мутации трансформация структура днк репликация коньюгация размножение фага рекомбинация тонкая структура гена уже к тому времени были известны вот перестройка днк транскрипция трансляция генетический код генетическая рынка регуляция работы генов и заключение вот такая вот книжка посвящена молекулярной генетики 50-летней давности тоже тиража мы не видим книжка иностранная вот более 500 страниц 74 год москва издательство мир вот а вот это две генетики два учебника дубинина николая петровича вот это более новый ну дубинина великий тоже советский генетик классик он прожил колоссальную жизнь родился в 900 по-моему то ли седьмом то ли восьмом и конце 90-х только умер в общем лет 90 он прожил николай петрович дубинин это вот издана в киеве издательство шти-инца такой господи в киеве в кишиневе простите кишинев издательство шти-инца 85-й год это вот учебник дубинина по генетике такой как бы по всеобщей генетики классический учебник он конечно тоже уже не не новый но кого тем не менее нам освоить его не мешало бы вот здесь тираж 2 3 6 5 вот такой интересный 2365 экземпляров не больше не меньше вот почему-то издана вот в кишиневе не знаю для меня загадка почему именно там дубинин это вообще-то фигура такая номер один в генетике наверное бы могла бы издаваться это книгой в москве что-то вот такое случилось даже генной инженерии тут расписано вот а оглавление по-видимому предисловия сначала а после предисловия идет оглавление это нормально вот вот тут в общем такое подробное опять же оглавление вот но это советская книга с традиционным таким оглавлением начиная там от клеток и это устройство клетки и заканчивая там всякой там эволюции экологии все прочее но все что с генетикой связано вот ну по тому времени конечно это была серьезнейшая книга да и сейчас она в общем-то не не устарела и вот это вот красная книжка такая тоже шикарно но это по сути то же самое общая генетика вот она издана в семидесятом году то есть это вот разница полтора десятка лет вот но это как будто издание кишиневская обновленная видимо а это вот 70 года книга конечно по тем временам это было шикарно вот весь тут миндализм классический клеотропия вот вопросы аллелизм множественный лизу ну в общем великолепнейшая такая книжка вот тоже тут глав у него 26 26 глав вот несколько разворотов не будут подробно это все называть классический учебник по генетике такой какой сейчас например учебник ингевич томова мы его тоже рассматривали ну вот тираж 15 тысяч экземпляров ну вот но это кида уже больше полувека я помню с огромным удовольствием читала вот этот красная такая обложка черные буквы она конечно впечатляла вот это вот такая значит подборка книг по естествознанию но вот тут еще это вот я самые такие огромные толстые книги вам показал тут уже чуть менее такие крупные по формату но тем не менее тоже фундаментальный вот дарвина знают все но не все даже знают как его работы называется да даже вот основной его работу но в лучшем случае скажут происхождение видов она вообще-то называется он the origin of speech by means of natural selection то есть о происхождении видов путем естественного отбора потом мы знаем работу дарвина соответственно изменения животных и растений в процессе одомашнивания тоже мы ее уже разбирали в прошлых разборах а еще ударами на если такая книжечка она называется путешествие натуралиста вокруг света на корабле бигль это в общем то такая научно популярная книжка дарвин описывает вот это свое путешествие кругосветное с капитаном фиц роем как он посещал галапагоске острова как его посещали все эти мысли там об эволюции в общем он после путешествия долго обдумывал это все потом написал вот это все было издано ну и конечно в советские годы дарвин у нас был в части да и сейчас он остается в части вот издавали вот такими шикарными просто изданиями вы посмотрите это как роман уже верно просто да вот что-то такое великолепнейшее такая вот обложка корешок такой золотое тиснение такая картинка шикарно вот это его книга про кругосветное путешествие эти вот сам дарвин того времени он родился напомню вам в 1809 году то есть это где-то вот в 1 3 по моему 19 века это путешествие у него было на корабле бигль это государственное издательство географической литературы москва 53 год год смерти сталина так что это все такое сталинское издание можно сказать шикарное вот шикарное издание вот ну и тут конечно вот подробно вот видите на первую ночь мы провели в уединенном сельском домике и здесь я обнаружил что две три моих вещи особенно карманный компас возбуждают безграничное удивление в каждом доме меня просили показать компас и пользуясь им и карты указывать направление к различным местам то обстоятельства что я совершенно чужой в этой стране могу узнать дорогу ну вот в этой открытой местности направлении дорога значит одно и то же местам где никогда не бывал вызывала самое оживленное восхищение в общем ну довольно это как сказать художественно это все читается но ответят картинки такие вот иллюстрации приведены вот про его все эти места которые он посещал ну очень любопытно очень интересная книга вот карты галапагоске острова таити и новая зеландия были вы на таити да вот остров тристан да куня который жульвер написал детях капитана гранта вот эти галапагоске дрозды пересмешники видите с клювиками тут разными в юрки там еще были знаменитые галапагоске хочу понять где начало это видимо глава про галапагоске острова вот кто тут такие какие-то птички на латыни все на латыни это на вьюрки вот эти есть галапагоске вот клювы галапагоских вьюрков видите то что дарвина на мысль об эволюции навело вот разные такие клюда тоненького до самого толстого галапагоска сова тут всякие хищные птицы вот вот галапагоске острова знаменитые там черепахи из галапагоске вот он сам галапагоске архипелаг вот эти острова куда дарвин заходил да вот галапагоске архипелаг вот черепаха ведь и красавица какая ползает вот вот такое оглавление еще каждая глава такие подглавы разделена это как в книгах жюль верно тоже да вот в общем конечно это вот книгу можно считать как просто такое приключенческое произведение вот оглавление этой книжке вот тираж 50 тысяч экземпляров вот карта в общем карта кругосветное путешествие дарвина то есть ищейка вокруг света капитаном фитроем вот вот так у нас издавали великолепно книжки пятидесятые годы дальше идет клемент аркадьев тимирязев я как-то в прошлых обзорах его уже упоминал не вот и здесь его избранные сочинения в четырех вот таких четырех томах я как-то в одном букинисти тоже приобрел уже довольно давно вы давайте посмотрим что здесь имеется печатается по постановлению совета народных комиссаров вот 1 июня 43 до года то время войны было постановление вот избранные сочинения вот там а расписано что здесь значит будет издаваться вот сам тимирязев 1843 1920 год его жизни вот избранных сочинений в четырех томах сорок восьмой год постановление было в сорок третьем и издали все в сорок восьмом году значит вот здесь солнце жизнь и хлорофилл его известная книга да про фото синтез публичные лекции речи и научные исследования вот сам тимирязев тут кто-то прям так подписал года жизни вот комаров тоже уже умер к тому времени академик предисловие писал жизнь и творчество тимирязева ну и так далее вот растение солнечная энергия почему и зачем растение зелена ну тоже очень интересно когда солнце жизни хлорофилл это его такая известная книга и она может быть можно сказать научно популярная тоже можно ее читать вот ради просто удовольствие так сказать развития своего расширения кругозора очень интересно вот она солнце жизни хлорофилл так 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 публичные лекции речи научное исследование 82 страница но и тут вот пошло пошло-поехало публичные лекции речи у нас состоит из разных его статей вот научные исследования часть третья вот так 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 это веревское наследие так тут что-то по денежной реформе 61 года цена первого тома составляет 1 рубль 20 копеек или рубль 30 с пересылкой кто-то прям писал все от руки так что тут у нас подписаны к печати вот это вот первый том значит комирязева до сорок восьмой год второй том климента аркадьевича смотрим что тут земледелие и физиология растений сборник общедоступных лекций тоже 48 год вот такой вот темирязев вот это вкладочки тут вот картинки все про растения иллюстрации русская выставка вот такая вот книжечка значит второй том тоже смотрим здесь тоже тираж не указан тоже вот по денежной реформе тра-та-та-та-та тиража нету вот вот содержание дальше идет значит третий том жизнь растения 10 общедоступных лекций исторический метод биологии тоже 10 общедоступных чтений 49 год уже вот корень эта картинка уже встречалась предыдущем тонны клеточка растений и животное картинка слизистый гриб какой желтый такая интересная книжка и наконец четвертый тон 49 год чарлз дарвина его учения в двух частях это вот как раз то что он видимо тут против легкого выступает который был против дарвина академик комаров писал предисловие смотрим тут вообще никаких выходных данных что то есть но тираж тоже не указывается значит предметный указатель вот предисловие куча вот вот такое прямо под эти самые подразделы тут очень подробно расписано смотрю нет ли тут отдельно упоминание имени дани левского но не вижу то есть видимо в тексте он просто там критикует дани левского а ну вот отповедь анти дарвинистом вот это видимо опорно вернуть ли дарвинизм из научной летописи 12 года отповедь виталистом и отбой мендельянцев вот то есть он менделя тоже ни во что не ставил но он умер то еще в те годы вот в двадцатом до году то есть когда еще дискуссия это вся у нас только только начиналась биологической науке в общем против менделя выступал да он писал там что это все-таки формалисты какие-то гены там придумали в общем но трудно сказать как бы он себя дальше повел если бы он там дожил бы до каких-то следующих лет ну как было так и было не успел он захватить всю эту дискуссию в биологической науке но в общем вот так вот интересно не все наши классики были согласны друг с другом как известно там в литературе скажем взаимоотношения толстого достоевского этого тургенева до оставляли желать лучшего также и в науке вот скажем тимирязев там и многие другие него не воспринимали менделя скажем а кто-то наоборот воспринимал и пропагандировал менделя так что по-разному все это было вот но это было все достаточно интересно но вот такая в общем история вот четыре тома тимирязева ну что же у нас 42 минуты прошло я думаю что вот мы вот эту кучку разберем а вторую кучку оставим тогда на следующий обзор постараемся тоже быстренько тоже естествознание ну вот тут книжка такая называется смерчи это вот о том откуда берутся вот эти страшные ветра под названием смерчи видите тут это аннотация 84-й год издательства наука 112 страниц ну это известная вот эта вот серия которую меня на на больше сотни книг по самым разным отраслям науки вот тираж у него 69 тысяч так интересно вот строение смерча пути и распространения атмосферное явление типы смерчи вертикальные вихри разрушение транспортирование ветер геология литература такая интересная книжка по-моему какие смерчи страшно нарисованного какие сфотографирована вот знаем мы это все да в природе это особенно на юге бывает в море иногда вот сочи подъезжаешь смотришь там 3-4 смерча иногда в море такие столбами стоят издалека это видно вот такая вот книжка про смерчи дальше вот такой козлов михаил алексеевич по моему я даже точно знаю жив ли он сейчас но вот удивительно что я его видел лично один раз и даже с ним сидел за столом у нас была в нашем диссертационном совете защита докторской диссертации такого замечательного пчеловода иван николаевича моды бейкина которому сейчас уже 90 лет исполнилось он еще живой слава богу вот и он был у него официальным оппонентом одним из оппонентов этот козлов а он писатель оказывается вот эта книжечка не просто букашки это про насекомых написано вот этим козловым даже где-то по моему там портрет был если я не ошибаюсь да вот он михаил козлов но но это тут у нас и довольно молодой а тогда уже был такой ну как бы немножко такого бы более старшего возраста сейчас его надо тоже если он живой лет 80 вот вот он это написал книжку не просто букашки тираж у нее 50 тысяч экземпляров и я вот сначала эту книжку когда купил еще там как в 90-е годы она вышла то она у нас девяносто четвертом году да вот она мне я в общем то сразу ее свеженькой тогда купил еще будучи студентом читал вот и и смотрел вот тут верите выходные эти аннотации 224 страницы вот оглавление класс колосс вот видите тут все это так подробненько расписано всякие разные отряды этих насекомых вот они вот они вот и в общем эту книжку я как бы она у меня была всегда в памяти я ее там читал листал не вот помню что автор козлов и вдруг вот это идет защита докторской диссертации и оппонент там выступает тра-та-та-та-та-та я тут такой-то козлов я как такую-то книжку соли был боже мой так это же тот самый дяденька вот который который я читаю уже там их десяток лет наверное это он оказывается оппонировал то диссертацию иван николаевича на дыбейкина вот такие бывают встречи как бы я встретил дяденьку из книжки так что вот эта книжечка мне так запомнилась хорошо не знаю правда я его больше с тех пор не видел надо посмотреть хоть живой ли он вот но вот не просто букашки это название хорошо помню дальше лункевич вот такой знаменитый тоже автор занимательная биология тоже как умели у нас красиво оформлять книжки в супер обложках вот просто это невероятно красивая вот одна только одно только оформление уже располагает на к тому чтобы купить эту книжку 65 год издательство наука вот пожалуйста для школьников скажем занимательная биология валерьян виктор и лункевич 1866 1941 вот такой вот он чем-то на максимилиана волошина похож ответственный редактор хиля файвелович кушнер тоже знаю про него рассказывали мне наши стыке вот в общем это вот занимательная такая биология всякие факты удивительные много чего интересного вот вообще для детей конечно вот такое все занимательное это такой путь к постижению наук познанию мира окружающего и в то же время не занудный такой путь а вот увлекательный ну вот тираж этой книжки 100 тысяч экземпляров это вот как бы уже переиздание умершего автора но книга классическая занимательная биология лункевич дальше ну тут такие вот зеленая аптека маленькая брошюрочка такая потом овощной горох рабочая таблица по уходу еще тут все про паразитов всяких про болезни про сорта гороха вот вот это я любил очень книжку ягоды наших лесов она такая маленькая компактная содержит информацию обо всех наших ягодах тоже от девяносто первый год лены сдать вот это я в те же годы и покупал эту книжку что очень всегда читая вот брусника голубика ежевика земляника ирга калина клюква костяника малина морожка рябина смородина черемуха черника шиповник видите про все эти книжки про их про все эти ягоды про их пользу очень большой список литературы такой богатый вот хотя сама книжечка но вот чуть более там 60 страничек вот картинки голубика вот пожалуйста брусника на общем все наши ягодки очень красиво оформлено прекрасная книжечка вот а это вот такая уже более последняя более поздняя книга все о ягодах новая энциклопедия дачника богатый урожай москва 2000 год аннотация вот 448 страниц тут тоже так она иллюстрирована но как-то вот оформление конечно эти все книжки современные как-то я к ним так особо не так они греют душу такой книги старого оформления тираж 15 тысяч экземпляров вот и тут вот содержание вот они пожалуйста ягоды описаны в скобочках вот их данное название такая вот книжка довольно толстенькая все о ягодах называется дальше красиво цветущие однолетние растения этого для сада москва спб сова 2005 год петренко я не знаю это вот наталья петренко есть такая ведущая в этом самом да вот наталья алексеевна петренко кандидатного хотя не знаю может это и не так то вроде с нижегородской области которая ведет блогерша такая как бы там от какого-то журнала наталья петренко известная такая вот дышит может быть другая не знаю вот в красиво цветущие однолетние растения чтобы пять тысяч указательно в общем их довольно много красиво цветущих кратенькое описание каждого растения вот буквально тут по чуть-чуть по чуть-чуть вот краткий такой справочник дальше а это вот тоже старая книга корсунская в помощь школьнику приключения плодов и семян кстати как интересно дед гиз 53 год 53 год тоже серии вот таких занимательных книг по биологии для школьников вот такая вот как бы аннотация вступления глава первое и пошло поехал глянем что здесь вот оглавление так довольно компактно здесь расписано 8 глав тираж 90 тысяч для среднего возраста если даже для школьников среднего возраста вот такое было красивое прекрасное здание очень интеллектуально насыщенная вот но это мне тут подарили такую книжечку кто бы мог подумать как мозг заставляет нас делать глупости в общем это я еще пока не читал такая ася казанцева автор вот тут такое вот оглавление такие себе сколько можно жрать название главы забавные в общем такая вот книжечка тоже что-то такой про человека про естество знания ночью такая не вчитывался вот это тоже змей и гиганты и страшные ящеры автор бломберг вот такая кобра нарисована это ужасающая книга как бы вот всякие тут интересные анаконды описаны какие-то всякие страшные звери вот в общем про ящериц тут чей-то стоит чей-то автограф 67 года вот так что это такая научно-популярная книжечка вот кратенькое оглавление тиражах 250 тысяч ни много ни мало такая вот книжка дальше токен и целебные яды растений этот токен который эмбриолог по моему меня есть его книжка эмбриологии вот а тут он видите его вот портрет повесть о фитонцидах лена из дат 74 интересно интересно токен пожалуйста такой многогранный ученый борис петрович сто тысяч тираж вот что такое фитонциды это в общем как фитонциды вот убивает микробов как их можно использовать вот такие картинки есть кое-где вы как я тут даже такие фотографии ученых коза полянский вот всякие тут разные вот мечников вот такие есть иллюстрации в общем целая книжка посвящена фитонцидам так дальше вот тут такая турова сапожникова лекарственные растения ссср и их применение большая книга большая и серьезная москва медицина 83 год вот аннотация 288 страниц тут вот выходные данные сто пятьдесят тысяч тираж такие узнаете глянцевые страницы он смотрите чабрец нарисован тимьян ползучий я выращивал одно время чабрец он просто у меня потом выродился со временем на года два он у меня рос почва такая глинистая было он поэтому перестал расти шалфей великолепнейшее издание такое с цветными картинками с подробным описанием вот лекарственных растений очень хорошая книга замечательно вот тоже такая вот валяги на малюте на лекарственные растения использования в медицине питание косметики быту вот красивый такой форзац так что санкт-петербург девяносто шестой год вот рекомендовано курсу биологии для средней школы как интересно вот аннотация к этой книжке хотя в общем то для любого человека она интересна вот в алфавитном порядке все лекарственные растения расписаны подробнейшим образом вот видите вот такая штука тоже вот иллюстрации не ко всем правда но тем не менее порядочно так иллюстрации вот капуста огородная даже попала сюда девичил высокий но многие те конечно большинство растений нам известно вот барбарис береза ну и так далее то есть вот такая книга про лекарственные растения так ну что то еще еще под конец джудши это памятник средневековой тибетской культуры это такой естественно научная тоже такая штуковина джудши там всякие вот медицина описано как лечили людей иметь его там китаец или кто они буддисты издана между прочим издательство наука новосибирске восемьдесят восьмом году вот 349 страниц вот такой китайский тибетская тибетская медицина ведь этот классический прям стихах это все так написано как у древних античных авторов вот весьма любопытно мы тут такие просто на английском языке вот генетические манипуляции с ранними эмбрионами млекопитающих это мне кто-то принес тоже подарили собственно говоря такую на выброс можно сказать она именно из-за английского языка я взял то что здесь биология и английский язык это ну так весьма интересно вот и вот еще такая же на английском языке какой-то зеленый флуоресцирующий протеин вообще что-то такое тут непонятно тоже книга про биологию и тоже много много текста на английском языке про биологию поэтому тоже вот она мне тут хранится если даже я захочу почитать на английском по биологии у меня тут много таких книжек я уже здесь в первом филиале показываю вот такие вот книжечки у меня здесь встречаются но вот что же почти час мы уже беседовали вот мы рассмотрели вот такую кучку порядочную и у нас еще вот такая же кучка остается на следующий раз так что спасибо за внимание и до нового выпуска